Добрый день! В эфире Весть Ульяновск. В студии Елена Красильникова. Смотрите в этом выпуске новостей. Затопило дома. Спасатели эвакуируют людей. В Ульяновске началась всероссийская комплексная тренировка по ликвидации природных и техногенных ЧАЭС. Двигатель прогресса не по нраву коммунальщикам. Реклама на подъездах жилых домов незаконна. Власти выписывают штрафы. Вожатые в школы. В Ульяновске прибегнут к опыту советского образования. Сегодня в 6 утра затопило 50 жилых домов. Спасатели эвакуировали людей. Такова легенда учений, которые прошли сегодня на Свияге. В Ульяновской области началась всероссийская комплексная тренировка по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Подробностью Марии Пугачевой. На место чрезвычайной ситуации сразу выехала оперативная группа спасателей. Уже к 9 утра группировка сил и средств в районе ЧАЭС увеличилась. На случай ухудшения ситуации дополнительно на место прибыла аэромобильная группа регионального МЧС. Более 100 человек личного состава и 14 единиц техники и специализированной части. Специализированная часть, она как раз и для этого и создана. На тушение крупномасштабных пожаров, больших паводковых предприятий. То есть она работает автономно. Она может быть загружена в авиационный транспорт и переброшена в любую часть нашей необъятной Родины. Рядом с местом разлива раскинут оперативные штабы лагерь. По легенде учений, подтоплено более 50 жилых домов. Население эвакуировано и размещено в пункте временного размещения. В зоне ЧС работают психологи. Организована работа телефона горячей линии. А спасатели этим временем приступают к следующему этапу тренировки. Распиливают лед. Это больше мера на будущее. Когда лед пойдет, именно в этих местах начнется интенсивное таяние и удастся избежать критических ситуаций и подтоплений. По плану спасатели ликвидируют чрезвычайную ситуацию к позднему вечеру этого же дня. Сил и средств для этого достаточно. А отработанные действия могут пригодиться уже скоро. По прогнозу регионального МЧС, в этом году в Ульяновской области в зоне подтопления могут оказаться 10 населенных пунктов. Мария Пугачева, Борис Шабалдов, Вести Ульяновск. Подъезды, стены жилых домов, столбы во дворах и даже деревья. Именно здесь обычно размещают свои объявления нерадивые предприниматели, которые хотят проэкломировать свои товары или услуги. Свои цели – привлечь клиентов. Эти люди, возможно, и добиваются. Но добавляют главную боль и коммунальщикам. Почему – расскажем в сюжете. Это один из спальных микрорайонов в Засвияж-Юльяновска. Стены пятиэтажек, да и не только они. Буквально увешаны информацией о продаже обуви, лечении зубов, услугах грузчиков. Реклама, которая, казалось бы, призвана быть двигателем прогресса, по большей части вызывает раздражение. Расклейные листовки зачастую неаккуратно, а главное – незаконно. Для подобных объявлений созданы специальные стенды. А размещенную не по правилам информацию фиксируют для того, чтобы мгновением позже убрать. Объявлений очень много, расклеивают. Также и на домах, и на фасадах здания, и возле подъездах, и на остановках. Попадаются одинаковые объявления, только приглашают, например, на различные распродажи, ярмарки. То есть объявления одинаковые, но разные даты проведения этих ярмарок. По телефонам, указанным в этих объявлениях, действительно звонят сотрудники управления административно-технического контроля. Для того, чтобы объяснить, что листовки разместили с нарушениями правил благоустройства, а расклейщикам выписать штраф. К слову, последние порой придумывают нелепые объяснения насчет происхождения листовок. Это может сорвать кто-то с доски, допустим, наклеить на дом. Конкуренты могут так же. Ну, скажем так, что это никому не нужно. Выезды для проверок городских районов на предмет расклейки объявлений в несанкционированных местах специалисты проводят регулярно во всех районах Ульяновска. Уже такая определенная база у нас наработана по тем товарищам, которые нас неоднократно привлекались по данным статьям. В частности, это по реализации пройдения ярмарок. По некоторым лицам уже составлено порядка 7-8 протоколов на одно лицо. Ведутся и беседы с предпринимателями с просьбой найти другой способ для продвижения своих товаров и услуг. Ведь реклама, которая портит внешний вид города, едва ли вызывает доверие. Вас Салфимова, Игорь Кранцев, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. Глава региона Сергей Морозов встретился с председателем счетной палаты Ульяновской области Игорем Егоровым. Главной темой диалога – эффективность расходования бюджетных средств. Провести неделю эффективности бюджетных расходов, так как мы проводим неделю предпринимательской инициативы или неделю частного государственного партнерства, чтобы это были и конференции, и круглые столы, и специальные занятия со всеми, не только с чиновниками, но и начиная, как мы говорим, с бухгалтерами даже. Мы реально в этом году максимально эффективно расходовали свои бюджетные средства, которых у нас, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Председатель счетной палаты сообщил, что ведомство приступило к разработке комплексного плана по повышению эффективности бюджетных расходов. Документ пропишут с учетом опыта передовых регионов, таких, например, как Татарстан, Ленинградская и Волгоградская области. Мы хотели бы в этот документ включить все наши предложения с учетом опыта передового других регионов страны по повышению эффективности всех наших расходов. По всей стране, к сожалению, до сих пор не создана единая для России система критериев эффективности бюджетных расходов в разрезе отраслей. Все говорят о том, что эта работа крайне сложна, никто этого не отрицает, но мы сейчас сделаем попытку обобщить российский опыт всех, без исключения регионов страны. Над этим работает наша аналитическая служба, счетная палата, чтобы мы составили перечень критериев, которые мы в процессе управления здесь, в регионе, могли бы использовать. Отдельный набор критериев для наших расходов в сельском хозяйстве, отдельный для наших расходов в культуре, третья группа, например, для наших расходов в сфере образования и так далее. Документ подготовят в начале марта. Председатель счетной палаты также отметил, что все мероприятия по повышению эффективности расходования бюджетных средств будут проходить в тесной взаимосвязи с правительством области. Сергей Морозов поддержал инициативу. В Ленинском районном суде огласили приговор участникам ячейки запрещенной религиозной группы. Напомню, организация Нурт-Жулар оказалась вне закона. Так решил Верховный суд России семь лет назад. В роль фигурантов дела оказалось трое молодых людей. Житель Дагестана Багир Казиханов и двое местных жителей – Александр Мелентьев и Степан Кудряшов. Следствие выяснило, обвиняемые изучали запрещенные книги Саида Нурси, а еще пытались вовлечь в группу других людей. Год назад ее деятельность пресекли правоохранительные органы. Действия ячейки квалифицировали по статье 282 Уголовного кодекса, точка 2, части 1, возбуждению национальной, расовой или религиозной вражды. С учетом того, что Казиханов является организатором данной группы, прокуратура настаивает на реальном лишении свободы, то есть 4 года лишения свободы из правительной колонии общего режима. Что же касается Мелентьева и Кудряшова, то с учетом того, что они участвовали и роль их не столь была активна, то здесь прокуратура настаивает на условном лишении свободы. Адвокат настаивал на невиновности подзащитного Казиханова. Он заявил о готовности добиваться оправдательного приговора, если главный обвиняемый получит срок. Не имеются никаких существенных оснований для того, чтобы обвинить моего подзащитного в столь тяжком преступлении. На основании представленных прокуратурой доказательств суд приговорил Казиханова к 3,5 годам колонии общего режима. Мелентьева и Кудряшова соответственно к 1 году 8 месяцам и 2 годам лишения свободы условно. О других интересных событиях в регионе коротко расскажут мои коллеги в новостном Блице. В Ульяновске в опытном режиме начал работу автобусный маршрут номер 35, улица Генерала Мельникова, памятник Нариманову. Путь следования. Улица Генерала Мельникова, Ефремова, Отрадная, Рябикова, Октябрьская, проспект 50-летия ВЛКСМ, Московское шоссе, Минаева, Гончарова, Бульвар Пластова, Радищева, Тухачевского, Крыльюницкого, Гагарина, проспект Нариманова. На маршруте работает 12 автобусов малой вместимости. Интервал движения в часы пик составляет 8-10 минут. Конечная остановка в микрорайоне Юго-Западный расположена недалеко от детского сада «Олимпик». Сегодня в Ульяновске пройдет фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Он откроется в 15 часов в Доме культуры Киндяков. Участниками мероприятия станут творческие коллективы и солисты детских школ искусств, центров детского творчества, школ и учреждения культуры города и области. Проводить зиму, поиграть в игры и, возможно, встретить свою любовь приглашают ульяновцев организаторы «Быстрых свиданий». В последний день февраля в Ульяновске пройдет вечер знакомств. Напомним, социальный проект «Быстрые свидания» появился в 2012 году. Он позволяет молодым людям и девушкам ознакомиться для серьезных отношений. Свидания проходят в кафе, мужчины подсаживаются к дамам, пары общаются по 5 минут, затем парни пересаживаются. Так за 2 часа все знакомятся друг с другом. За время существования клубы перезнакомились около 1000 человек. Отношения завязали более 80 пар, 8 поженились. Следующий вечер состоится 28 февраля в 14.00. Возраст девушек от 25 до 35, мужчин от 25 до 40 лет. Записаться на свидание можно на сайте www.fastdating73.ru или по телефону 8 905 349 6707. Депутаты ЛДПР согласны сократить свою зарплату. ЛДПР поддерживает предложение сократить заработные платы депутатов на 10% из-за необходимости урезать федеральный бюджет. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский. Совет Госдумы принял решение обратиться ко всем фракциям с тем, чтобы предложить снизить зарплату депутатов на 10%. Более того, фракция ЛДПР готова взять на себя повышенные обязательства и пойти на большее сокращение зарплат для своих депутатов, заявил председатель ЛДПР. По словам Жириновского, партия готова поддержать иные методы сокращения затрат на работу органов власти в целом и парламентария в частности. «Мы не будем возражать против сокращения количества депутатов до 200 человек, сокращения депутатов в регионах, сокращения чиновников, перехода Госдумы к режиму работы 30% депутатов на постоянной основе и 70% факультативно», – подчеркнул Жириновский. В каждой ульяновской школе появится вожатый. Об этом на встрече, посвященной вопросам патриотического воспитания, завел губернатор Сергей Морозов. Слет, на котором активно обсуждали идеи внедрения успешных советских программ образования, прошел в Корсуне. Наш корреспондент продолжит тему. Дорогие друзья, сегодня для нашей страны наступили не совсем простые времена. И именно в эти времена особенно важно привить нашим детям безграничной любови, любви, гордости за свою родину, за ее культуру, за ее вековые действия. С фразы о вековых ценностях началось совещание на тему внедрения лучших советских практик в сфере образования. Говорили, в частности, о подготовке школьных вожатых. По задумке инициаторов проекта, ульяновская область станет первым регионом с возрожденным и активно работающим институтом вожатых. Займутся специалисты так называемым патриотическим воспитанием молодежи. Тем более, что вожатыми станут преимущественно люди с педагогическим образованием. О необходимости патриотического воспитания заявил и Сергей Морозов. В своем выступлении глава областного правительства так обрисовал задачу. Пытается осудить и разобщить наш народ, нашу страну. И особенно удручает, что делают они через нашу молодежь. Прививая молодым людям большевые ценности. Развращая ее. Откровенно опошливая все, что окружает эту молодежь. Да и саму молодежь в том числе. Поэтому наша с вами первостепенная задача сегодня стоит в том, чтобы не только помешать этому процессу, а вообще не допустить его. Любое здание строится на каком-то фундаменте. Фундамент это патриотическое воспитание детей. То, о чем говорили сегодня. Начиная с детского сада, как сказал Сергей Иванович, в школах и дальше. В студенчестве, среди студентов, рабочих и так далее. Нужно этот вопрос поднимать и нужно воспитывать в наших ребятишек гордость за нашу Россию, за наш трудовой народ. Тему продолжили позже в стенах Корсунской кадетской школы, где состоялось первое заседание Совета по делам казачества. На нем обсудили вопросы по содействию развитию и консолидации российского казачества на территории региона посредством усиления его роли в решении государственных и муниципальных задач. Совет позволит казакам наладить более тесное взаимодействие со всеми институтами власти и общества, принимать более активное участие в патриотическом и духовном воспитании населения, а также в охране общественного порядка. Не так давно развитие казачества в области обсуждали на встрече с атаманами и даже представителем Совета при президенте России. Игорь Котов, Борис Шибалдов, Вести, Корсун. Выставка творческих работ учащихся коррекционной школы номер 16 открылась в детском музейном центре. На протяжении четырех лет здесь существует программа «Покажи мне свой мир». Направлена она на формирование толерантного отношения к духовным потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья. За последнее время здесь прошло более десяти выставочных проектов. Ребята школы номер 16 стали постоянными участниками многочисленных областных и межрегиональных конкурсов. На выставке «Арт-проджект» представлено более 30 их работ. Представлены в различных техниках, таких как торцевание, квилинг, пластилинография. Работа удивительная и прекрасная. Каждый ребенок вложил в свой труд, мастерство и старание. Выставка будет работать до 24 марта. Это были «Весь Ульяновск». До встречи в эфире. Сейчас в Ульяновске 3 градуса мороза. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%. Ветер южный 4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова